Буква как способ восприятия реальности. В выставочном зале Союза художников открылась выставка. Молодые дизайнеры показали свое видение букв алфавита. Буквы во всем, по крайней мере, так видят окружающий мир юные студенты-дизайнеры. Новая выставка призвана показать запорожцам, что окружающий мир намного интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Хотелось посмотреть на букву с другой стороны. Не как носители просто информации, а то, что буква может нести в себе еще эмоциональный заряд. То, что как она написана, как нарисована, она может вызывать совершенно разные эмоции. Кроме того, дизайнеры отмечают, сегодня в мире не хватает красок. Потому часть плакатов наполнены самыми яркими и контрастными цветами, чтобы показать, как чувствуют художники. Здесь присутствует плакат, графичный дизайн. То есть я как бы хотела в общем показать, передать этим плакатам настроение дизайнеров. С каким настроением мы делали это все. С веселым, ярким настроением. Вот плакаты у нас такие все сочные получились. Я хотела в своем плакате показать, как вообще выглядит художник, когда он мыслит. То есть вы видите, что изображена голова, с нее очень много мыслей. То есть они не помещаются в голову. Поэтому я хотела показать его таким ярким, как настроение художника. Здесь же художники выражают и свой протест. Мол, выставка есть, но ходить на нее, возможно, и не стоит. В эту работу я хотел как бы вложить свой протест. То есть это, как вы видите, плакат не к выставке, это антивыставка. То есть не приходите, не смотрите, никому это не надо. Вот именно это я хотел сюда вложить. А скажи, а ты кто-то из Петрымовичей в том, чтобы не приходить и не смотреть? Четыре один так? Нет, я такой один. Я бунтую в гордом одиночестве. Поддерживают дизайнеров-художников и дизайнеры одежды, которые презентации своей коллекции также показывают, что внешний мир – это множество букв и слов.